Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Состоялись публичные слушания по проекту бюджета муниципалитета на следующий год. Были проведены все необходимые организационные мероприятия. Любой желающий мог зарегистрироваться, принять участие. Прошло очередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. Хочу здесь поблагодарить и наш финансовый орган администрации, и контрольную счетную палату в подготовке вот такого сложного достаточно документа, и, конечно, моих коллег-депутатов. В магазинах муниципалитета проходит акция «Щедрая корзина». Собираем продукты мы лично для инвалидов, людей с ограниченными возможностями здоровья. В администрации Ленинского городского округа состоялись публичные слушания по проекту бюджета муниципалитета на следующий год. Подробнее о мероприятии в нашем сюжете. Из-за пандемии коронавируса публичные слушания по проекту бюджета Ленинского городского округа на 2021 год и плановый период 22-23 годов были проведены в онлайн-формате. Трансляция была организована на сайте администрации муниципалитета. «Были проведены все необходимые организационные мероприятия. Любой желающий мог зарегистрироваться, принять участие, о чем уже было сказано в ходе проведения публичных слушаний. Поступили обращения, соответственно, от заинтересованных лиц, от граждан, которых проживает в нашей территории. На все были даны ответы либо в ходе проведения публичных слушаний, либо по желаниям заявителей будут даны ответы в письменной форме и установлены законом срабатывания». Основным докладчиком стала заместитель главы администрации Ленинского городского округа и начальник финансово-экономического управления Лариса Калмогорова. Ее выступление сопровождалось презентацией, в которой были показаны основные параметры проекта бюджета. «Бюджет Ленинского городского округа на 2021 год сформирован по доходам в сумме 8 миллиардов 906,2 миллиона рублей и по расходам в сумме 9 миллиардов 90 миллионов 700 тысяч рублей с дефицитом 184,5 миллиона рублей». Главный документ был сформирован с учетом условий преобразования Ленинского муниципального района и входивших в его состав городских и сельских поселений в городской округ. Как и в прежние годы, бюджет будет социально ориентированным. «Основная доля расходов идет на такие направления, как образование, здравоохранение, культура, спорт, социальная поддержка населения и содержание объектов общественной инфраструктуры для обеспечения комфортного проживания наших жителей». Также немаловажным фактом при формировании бюджета стала пандемия COVID-19. Планируется, что при условии принятия бюджета будет обеспечено беспроблемное существование экономики округа и сохранится комфортный уровень жизни граждан. По итогам публичных слушаний проект бюджета был одобрен. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Ну а далее в этот же день на заседании Совета депутатов главным вопросом на повестке дня стоял вопрос о бюджете Ленинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. О том, был ли принят депутатами главный документ и о других вопросах повестки в сюжете Татьяны Брыловой. Основным вопросом повестки дня 21-го очередного заседания Совета депутатов Ленинского городского округа стал вопрос о бюджете Ленинского городского округа на 2021 и плановый период 2022-2023 годов. Заседание прошло в режиме ВКС. 27 депутатов, присутствующих на нем, имели кворум для голосования. Докладчиком по вопросу о первом бюджете Ленинского городского округа стала заместитель главы администрации начальник финансово-экономического управления Лариса Калмогорова. Она озвучила ряд важных цифр. Предлагается утвердить основные характеристики бюджета Ленинского городского округа Московской области на 2021 год. Общий объем доходов бюджета Ленинского городского округа Московской области в сумме 8 миллиардов 906 миллионов 188,9 тысяч рублей. В том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других уровней Российской Федерации, в сумме 4 миллиарда 242 миллиона 582,8 тысяч рублей. Предварительно бюджет был рассмотрен на публичных слушаниях и прошел согласование в Министерстве экономики и финансов Московской области. Каждый из депутатов имел возможность высказаться по данному вопросу, после чего бюджет округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов был принят. Глава Ленинского городского округа поблагодарил всех за плодотворную работу. Это первый бюджет городского округа, он уже не консолидированный. Наша задача краеугольной администрации и всех сопричастных служб на то, чтобы к 2022-23 году подойти с такой налоговой базы и по НДФЛ, и по остальным доходам, с тем, чтобы не уравнить собственные доходы, к чему приложим с своей стороны все усилия. Расходная часть бюджета спланирована в рамках 18 действующих муниципальных программ. Также важно, что бюджет сохранил свою социальную направленность. Более 90% расходов будут направлены на социальные статьи «Образование, здравоохранение, культуру и спорт». Много объектов будет благоустроено. Это реконструкция и ремонт водозаборного узла в Развилке, Горке-Ленинске, Петровское. Достаточно много объектов. На все, естественно, всегда денег не хватает. Но я очень хочу здесь поблагодарить и наш финансовый орган администрации и контрольную счетную палату в подготовке такого сложного достаточно документа. И, конечно, моих коллег-депутатов, благодаря многочисленным бюджетным комиссиям, мы сегодня приняли этот документ. В это переходное для муниципалитета время приходится работать сразу с восьмию бюджетами всех поселений бывшего Ленинского района, что усложняет задачу тех, кто связан с их формированием. И поэтому на Совете депутатов было необходимо внести изменения в бюджеты поселений на 2020 год. «Принять решение о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования городского поселения видно и на 2020 год. Прошу голосовать, кто за. Против. Воздержались. Решение принято». В целом заседание прошло плодотворно. Правда, уже по традиции не обошлось без обвинения нотации депутата по 29-му избирательному округу Павла Грудинина. «Я считаю, что нужно совершенно по-другому вести бюджетный процесс. Необходимо комиссиям собираться. Вот я сегодня взгляд с председателем своей комиссии, он ни разу за 10 месяцев не собрал комиссию. Говорит, просто вопросов нет никаких». Я еще раз попрошу вас присутствовать, иначе вы будете отключаться от заседания каждый раз. Потому что надо быть в режиме видеоконференции. Слышите, внимательно меня не слышите? Видеоконференции. И в отношении комиссии также скажу, что в соответствии с нашим принятым на Совете регламентом у нас комиссия Совета депутатов заседает не единожды по решению председателя. В итоге заседания было рассмотрено 10 вопросов. По всем депутаты внесли положительное решение. Татьяна Врылова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды многодетным матерям Подмосковья. Среди награжденных и жительница Видного, мама пятерых детей Юлия Федорова. Она удостоилась почетного звания «Материнская слава». В семье Федоровых воспитанию и всестороннему развитию детей уделяется большое внимание. Ну а мама для каждого из ребят является учителем, наставником, добрым другом. Благодаря ее мудрости в семье царят мир и взаимопонимание. На церемонии награждения губернатор отметил, что каждая из женщин, награжденная знаком «Материнская слава», заслуженно получает награду. Он сказал, цитирую, «Семейные ценности здесь прививаются с малых лет. Это очень важно для того, чтобы быть успешным, добрым, заботливым человеком. Мы стараемся в Московской области делать так, чтобы многодетные семьи чувствовали нашу поддержку. Очень гордимся тем, что каждый год у нас на 10 тысяч таких семей становится больше». Конец цитаты. Поздравляем Юлию Федорову с почетным званием и желаем ей и ее семье счастливого будущего. 1 декабря в рамках Международного дня благотворительности в муниципалитете стартовала неделя доброты и щедрости. В 12 магазинах Ленинского городского округа будет проходить акция «Щедрая корзина» – сбор продуктов питания и товаров первой необходимости для остро нуждающихся жителей. Два из них посетила наша съемочная группа. Делать добро просто и радостно. Главное – захотеть его делать. Под таким слоганом стартовала глобальная общественная благотворительная инициатива «Неделя доброты и щедрости». В этом году она проводится в муниципалитете уже в четвертый раз. «Поймите, мы не просим вас, мы вас оповещаем о том, что можно делать добрые дела. Давайте поможем, кто чем может. Нашим, нашим, нашим до конца корней жителям Ленинского городского округа, особо нуждающимся». С 1 по 8 декабря неравнодушные жители могут принять участие в уже полюбившейся акции «Щедрая корзина», которая стартовала в 12 магазинах округа. Волонтеры дежурят в торговых точках с 16 до 20 часов ежедневно. «Мы находимся в городе Видне, в торговом центре «Икорс» и принимаем участие в сборе продуктов для нуждающихся многодетных семей, семей инвалидов. Данная акция проходит под эгидой Координационного совета общественных организаций». Многие жители с готовностью откликнулись на призыв помочь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. «Родители меня вырастили верующим человеком в православной вере и всегда учили, что если просят, то надо чужим помогать. Потому что все люди друг друга, братья и сестры. Потому что люди попадают в сложные ситуации, надо помогать, потому что, может быть, и мне помогут потом». «Если каждый человек примет участие и потратит столько денег, сколько он может потратить, в любом случае он у человека не убудет, а кому-то будет очень приятно и необходимо, и он сможет тем самым ощутить вот эту атмосферу праздника и радости новогодней, которую все мы ждем». «Мы собираем продукты, мы лично, для инвалидов, людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь собирают продукты для многодетных. Но мы тоже хотим помочь многодетным поучаствовать в этой акции. И я призываю всех, каждый, если выйдет и что-то положит в эту корзину, это будет очень хорошо и ощутимая помощь». Несмотря на то, что из-за пандемии бизнес несет серьезные финансовые потери, предприниматели в этом году – одни из самых активных участников «Недели доброты и щедрости». «Ведется работа по поводу приобретения продуктовых наборов, средств личной гигиены, а также какие-то принадлежные подушки, одеяло, полотенца. Также мы планируем в рамках данной акции провести сбор денег для девочки-инвалида, которая нуждается в реабилитации». Также в рамках «Недели доброты и щедрости» пройдут выездные сельскохозяйственные ярмарки. Акции «Подарок для Деда Мороза», «Добрые соседи», «День красоты», «Витамины для врачей», «Книги на дом» и многие другие. Спешите присоединиться. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видно. С 14 по 19 декабря в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по плаванию на короткой воде. Этот термин означает, что пловцы будут соревноваться не в 50-ти, а в 25-метровом бассейне. Готовятся к ответственному мероприятию и два видновских спортсмена – Иван Гирев и Евгений Рылов, которые будут представлять на чемпионате Московскую область. Задолго до чемпионата России пловцы начали тренироваться в усиленном режиме – два часа по два раза в день. Иван Гирев – золотой призер первенства мира среди юниоров. На будущих соревнованиях будет выступать в дисциплинах 50, 100 и 200 метров к ролям. Двукратный чемпион мира Евгений Рылов проплывет на спине 50 и 100 метров, а еще на 100 метрах будет соревноваться к ролям. Неизменный наставник ребят – заслуженный тренер России Андрей Шишин. «Ты где-то делал, наверное, туда 60, насколько я могу, 59, а обратно чуть-чуть упало 58 надо делать. Поэтому тебе надо, наверное, 55 нарабатывать сейчас». Тренировки проходят в видновском филиале «Бассейн и Дельфин». В программу подготовки к чемпионату входят и силовые упражнения. Прямо перед отъездом тренеру, спортсменам и другим членам команды необходимо будет сдать тесты на COVID-19. В нынешних условиях это одно из требований для допуска пловцов к участию в соревнованиях. Огни на новогодних елках муниципалитета традиционно зажигают сразу несколько Дедов Морозов. Но в этом году введены ограничения на проведение массовых мероприятий. Поэтому праздничное настроение подкралось в прямом смысле незаметно. Местные жители не ожидали, что с наступлением зимы их поздравят целых 10 братьев Морозов. Первое декабря. На улице с самого утра выпал снег, но когда ты идешь на работу или учебу, о новогоднем настроении не может идти и речи. Но вот ты возвращаешься домой и вдруг в вечерней полутьме загорается новогодняя елка. Именно в этот момент твой день становится гораздо лучше. Новогоднее настроение видновчанам подарили сразу 10 Дедов Морозов. И пусть в этом году обошлось без традиционного праздничного парада и хороводов, обрадовать получилось и детей, и взрослых. Каждый год традиционно уже привыкли к тому, что приходим к Искре и ждем Дедов Морозов. И сегодня нас ожидал этот сюрприз неожиданный. Хоть так коротко, но все равно детям было очень приятно. И так по цепочке новогодние огни зажглись в каждом уголке муниципалитета. В зеленых аллеях праздника ждали особенно сильно. Казалось, что елка с наступлением зимы стала местом притяжения жителей. Хочется, чтобы быстрее високосный закончился. Начался нормальный год. Я лично пою песни про Новый год. А почему ты их пою? Чтоб Новый год поскалей пришел. Дед Мороз конфет принес, будем петь, танцевать, будем Новый год встречать. И хотя до наступления праздника еще целый месяц, братья Морозы задают новогоднее настроение уже сейчас. Сейчас оно настало. Благодаря нашей новогодней елочке все ждали. Мы нарядили ее буквально дня 4 назад. И миллион сообщений. Ну когда же, когда же, когда же она зажжется? И сегодня настал тот самый момент. И мы теперь ждем 31 день до начала Нового года. Здорово! Здорово! Я соскучился по ребятам. Еще раз поздравляю вас всех с началом зимы. Мы зажгем елочки во всем нашем городском округе и будет великолепное праздничное настроение. И возможно, его трудно почувствовать через маску или запах антисептиков, но в муниципалитете зажглись свыше 30 елок. А значит, что даже в условиях пандемии празднику быть. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин